Всем привет! Как вам видеоролик? Вообще такой позитивный, по-моему, отражает очень суть нашего бизнеса. Главное подарить человеку не сам продукт, а именно мечту его подарить. Как это сделал продавец ролики? Сама обожаю его пересматривать. Как настроение? Поставьте смайлики! Как вас много сегодня в комнате. Супер! Самая улыбка до ушей. Рада вас всех видеть. Еще раз повторю это. Кто меня не знает, меня зовут Вертея Анна. Я менеджер 9%. И сегодня я буду вести такой замечательный вебинар под названием «Как раскрутить интернет-магазин Reflame». У нас просто чат кипит вопросами, что же вообще такое интернет-магазин. Или постоянно у клиентов возникают вопросы. А вообще, как собирать заказ на 150 баллов, если у меня нет друзей, нет родственников. Я вот один такой одинешник и не могу себе даже заказ на 150 баллов набрать. Вот, интернет-магазин – это просто офигенный помощник в продажах. Да, кстати, запись кто-нибудь поставил еще? Поставьте плюсики. Да. Ну ладно, будем на это. Без страховки работать. Бум, рисковый. Все супер. Вот. И, как я говорила уже ранее, интернет-магазин – это классный инструмент для продаж, который помогает вам собирать заказы. Вот. И основные вопросы… Ой. Сейчас, я еще не разберусь, как тут с эти… У меня слайды переключаются сами с собой. Так. Вот. И основные вопросы, которые мы сегодня будем с вами разбирать. Что же такое интернет-магазин? Скажите, вообще, кто-нибудь знает, что такое интернет-магазин? Чем он отличается? Да, Лиль, я поняла, что двойная стрелочка, я просто хотела по слайдам переключать, а у меня не совсем вышло. Вот. Я, видимо, тороплюсь, очень хочу всем все рассказать, поэтому сразу активно уже перехожу к таким ключевым слайдам. Пишем, что такое интернет-магазин. Кто пользуется у нас интернет-магазинами? Плюсики ставим, комментируем активно. Что же это такое? Может быть, кто-то знает, чем у нас интернет-магазин отличается от обычного магазина. Ага, вот Мария пользуется. Супер. Да, классно. Вот, то, что вы сидите дома, можете заниматься своими делами и время не тратить на походы по магазинам и купить то, что вам нужно. Да, здорово. Вот. Также я вам расскажу о том, какие выгоды мы можем получить при создании нашего интернет-магазина, как он у нас вообще создается и как он будет у нас работать именно, и приносить нам еще доход. Так. Следующий слайд вам поставлю. Народу на все прибавляется. В чем же разница? Вот желтыми я смайликами такими обозначила, как человечков, которые участвуют именно при обычном заказе. То есть клиент вот желтенький такой, он приходит к консультанту, говорит, здравствуй, вот я у тебя посмотрел каталог, я хочу взять и заказать у тебя там тушь 5 в 1. Вот. Он делает заказ, вот, и потом денежку отдаст или сразу. Ну, это как вы с ним договоритесь. Консультант, в свою очередь, идет в компанию или через интернет это заказывает, кому как удобно. Делает заказ, сам это занимается транспортировкой. То есть весь процесс, на весь процесс уходит очень много времени. Вот. Потом консультант это все относит к клиенту, и он, соответственно, отвечает и за транспортировку этого продукта, и дает какие-то консультации, советы. Он ответственен за то, что вот именно принес своему клиенту такой именно продукт. Вот. То есть тут ответственности гораздо больше. Как работает интернет-магазин? Интернет-магазин я вот обозначила такими голубенькими смайликами. То есть у нас клиент по вашей ссылке находит, ну, заходит на сайт Reflame, то есть заходит именно на ваш персональный интернет-магазин. И там у него сверху написано, то есть ваш консультант Анна Юрьевна, вот, или Мария Сергеевна, вот. И вы можете задать все там, все вопросы, которые вас интересуют консультанту. И клиент сам уже выбирает, что ему заказать, сам оформляет заказ, и всем, и транспортировкой, и оформлением всех документов. Всем занимается непосредственно компания. Вот. И консультант дает только консультации. То есть, правильно, может клиенту понадобится какой-то совет в выборе продукции, или он просто захочет узнать, там, а вот что может быть выгоднее купить, или еще как-то. То есть, он обращается к вам непосредственно за советом. Так работает интернет-магазин. То есть, во-первых, это, ну, у нас времени меньше на это уходит, во-вторых, у нас занимается только вот консультант советами. Какую же мы выгоду от этого получаем? Во-первых, время. Колоссальная просто экономия времени. Вы можете за то время, пока вы бегаете за заказами, их относите, заняться, например, интернет-рассылкой, или общением с вашей командой, и так далее. То есть, всеми вещами различными. Также, одна из вообще интереснейших выгод, это то, что с заказа клиента вам начисляется 5 или 10 процентов, как скидка, с его заказа. 5 процентов, если вы ему давали скидку, и 10 процентов, если вы скидку ему не давали. Я про это еще подробнее немножко позже расскажу. Также вот, я говорила, что Reflame берет на себя все расходы, и заказ засчитывается вам в объем продаж. То есть, заказ этого клиента вам засчитывается. Всем понятно? Ставите плюсики, минусики, я не знаю, может быть, кому-то что-то непонятно, походу, задавайте вопросы. Я буду отвечать. Также ваш магазин работает все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот. Да, очень здорово слышать обратную связь, а то кажется, как будто вот, все уснули немножко, может быть, скучно рассказываю, а то я так специально весело сегодня оделась. Вот. И наш магазин всегда работает. То есть, если мы, например, делаем заказ на СПО или сервисный центр, да, то там есть какие-то часы работы у него, когда мы можем забрать этот заказ. Вот. Или когда мы можем прийти туда и сделать заказ, если у нас нет компьютера. А интернет-магазин, он работает всегда. Вы заходите там и размещаете заказ в любое вам нужное время. Да, лисичка. Таня уже оценила. Вот. Если у нас есть выгода, то, соответственно, у нас еще есть, наверное, какая-то цена, которую мы должны заплатить, раз у нас выгоды такие есть. Сейчас слайдик, листается. Цена. Это время на раскрутку своего магазина и консультация клиентов. Все. То есть, мы только консультируем и только раскручиваем свой магазин. Про раскрутку я тоже еще подробнее чуть-чуть попозже расскажу, как это делается, с помощью каких инструментов. Ну, может быть, еще такая одна небольшая цена, которую вам придется все-таки, наверное, заплатить, это как же потратить те деньги, которые вам, можно сказать, сумели положить на вас счет клиенты. Что же с ними делать с этими деньгами? Вас ждет бессонная ночь, может быть, две бессонных ночи. Потом вы сможете придумать какой-то выход из этой ситуации. В общем, будет весело. Вот. И первый шаг, который нужно сделать для создания интернет-магазина. Мы заходим, соответственно, на наш сайт ariflame.com, выбираем страну вашу. Если у вас автоматически заходит уже на сайт именно с вашим языком, замечательно, тогда заходим с помощью своего пароля, логина в личный кабинет и нажимаем поддержка продаж. Тут есть такая вкладка интернет-магазин. Я вот ее ввела, всем видно, всем точно видно. Ты переживала, вдруг может быть там чуть-чуть нечитабельно. вот, и там прям вот под вкладочкой интернет-магазин флажок нажимаете и открывается зарегистрировать интернет-магазин. Когда вы регистрируете интернет-магазин, у вас появляется сейчас, включила я ее или не включила этот слайдик. А, нет, не включила. К сожалению, слайд этот пропустила. В общем, нажимаете на зарегистрировать интернет-магазин, читаете внимательно все условия, все правила пользования, то есть там он не сильно большой этот документик и будет кнопочка зарегистрировать. Нажимаете зарегистрировать, все, ваш интернет-магазин зарегистрирован. Да, вот, супер. Да, надо раскручивать, потому что это вообще классный инструмент. И после того, как вот зарегистрировали, у вас, видите, вместо зарегистрироваться интернет-магазин появилось вот такое вот такое вот новое поле называется возможности интернет-магазина. Они вот меняются. То есть на эту вкладку нельзя зайти, если вы свой интернет-магазин не зарегистрировали. Тут вам дается ваша ссылка на страничку, то есть все, кто будет переходить по этой ссылке, непосредственно будут ну, как будут видеть вас как консультанта. То есть это именно ссылка на ваш интернет-магазин, у всех она разная. Она начинается одинаково, то есть вот как beautystore.ru, а потом дальше следует ваш номер консультанта. Под ссылкой еще находятся вот такие кнопочки разных соцсетей. Вот Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники. И еще такой конвертик, это отправить на почту. То есть вы можете этой ссылкой поделиться в различных соцсетях. Я примеры тоже привела, они на следующих слайдах будут. И можете отправить своим друзьям через почту. Рассылку делать через почту, но только так вот аккуратненько, потому что мало ли, вдруг вас могут заблокировать, посмотреть, чтобы друзья вас в спам не кинули, скажут, вот, прислали мне какую-то ерунду непонятную. Вы предупредите, что вот, я вам скинул вообще супер магазин, сам все время там беру, вот видите, я тоже все время беру нашу повязку, джен, офигенную майку, вот, постоянно нашей продукцией пользуюсь, то есть вы позиционируете себя как бренд, я пользуюсь своим интернет-магазином, давай меня покупай, вот, чуть-чуть ниже прокручиваем эту страничку вниз, там появляется вот такая штучка, называется отправить промо-код. Промо-код это скидка, которую вы можете отправить вашему клиенту, ее можете отправить почтой, или, вот, он генерируется здесь, распечатать, можно его распечатать, либо его просто как-то поделиться им где-то. Выбирайте на стрелочке, так, меня, наверное, не видно, мышки? Сейчас расставать буду. Здесь вот, где количество кодов, выбирайте, нужно вам количество стрелочками, например, там три, и генерируйте, у вас вылазит чуть ниже вот такая вот табличка, я стрелочкой показала, то есть высвечивается номер промо-кода, какая скидка 5% и сколько она действует, то есть она действует примерно месяц, да, месяц, я вот сегодня ее сделала, показала для примера, как это выглядит, но ее можно распечатать, и под ним высвечивается история промо-кода, то есть кому вы их отдали, ну вот, генерировали вы их или не генерировали, то есть если вы ничего не делали, она пустая будет, вот так вот выглядит, если вы ВКонтакте поделитесь, то есть сначала у вас вылазит вот это верхнее окошко, то есть поделиться друзьями-подписчиками, у вас, ну, вписывается туда нужную информацию, можете подредактировать название, то есть невозможность интернет-магазина, а как-нибудь по-другому назвать, но в принципе эта надпись высвечиваться не будет, вот, я потом еще зашла на страницу и вставила картинку, то есть подредактировала уже на своей странице и вставила вот такую новогоднюю картинку, вот, можно, вот ВКонтакте мне кажется удобнее всего это делать, потому что не на всех сайтах можно потом это редактировать, записи, дальше я привела пример, как это делается в Одноклассниках, в Одноклассниках непонятно почему, вот пишется сумма, тоже неизвестно чего, я так и не поняла, что это, вот, может быть оно само как-то пишет, не знаю, стоимость, на какую сумму я заказывала или еще что-то, не знаю, но в общем оно высвечивается вот так вот, там сверху тоже можно подписать что-нибудь интересненькое, то, что вот скидки, там первым 5% скидку еще дополнительно предлагаю, промокоды пишите в личные сообщения или в комментариях, то есть по-разному можно предлагать людям зайти именно вот, перейти по вашей ссылке, и вот так вот выглядит на фейсбуке, то есть на фейсбуке вы также вписываете что-нибудь интересное в верхнюю строчку, вот, и у вас такая вот ссылка, она высвечивается такой вот прекрасной девушкой, то есть нам показывалась помада, тут раз и девушка, меня это очень удивило, интересно, и также там есть ссылка, можете переходить, вот на твиттере у меня странички нету, поэтому я примере не привела, покупки людей по дистрибьюторским, покупки людей будут по ценам каталога, а вам будут с этих покупок 10% возвращаться на ваш счет в виде скидки, вот так вот, или 5% будет возвращаться в виде скидки, если вы им поделились с ними промо-кодом, вот, так, следующий у нас слайд, это как привлечь покупателей, ну, это, конечно, собственная рассылка, то есть вы можете взять и по всем своим друзьям знакомым разослать либо в соцсетях, либо по имейле, ну, по имейлу им разослать, только тоже вот так вот аккуратненько, потому что иногда блокируют администраторы сайтов, часто, ну, вот, когда часто ссылки рассылаете куда-нибудь, вот, так, да, они сами оплачивают, клиенты на СПО, ну, если у них есть СПО, то они будут на СПО забирать, если у них есть курьер, то курьер, и еще такой момент, если вы заказываете, если клиент у вас с интернет-магазина заказывает, то у него доставка курьерская идет бесплатно от 2000 рублей, то есть не как у нас, например, вот, в Саратове конкретно 3000 рублей, курьер бесплатно тебе привозит домой, а 2000 рублей привозит именно, если через интернет-магазин вам клиенты заказали, вот, то есть все также вот расходы, расходы, все ответственность за оплату, то есть все оплату, все вот эти вот чеки, все вот это берет на себя именно компания, вы этим вообще не занимаетесь, вы просто видите уже в табличке в результате, что у вас клиент делал заказ, и все, такую-то сумму, вам начислено столько-то баллов, и у вас такая-то скидка, ну, скидку я не знаю, она сразу высвечивается или нет, вот, а также вы можете привлекать покупателей с помощью различных сайтов, то есть вы можете заходить на разные сайты, открывать, ну, лучше, конечно, по тематикам, то есть как блоги, форумы, тематические площадки, можно это все в одно отнести, в принципе, заходите на тематический сайт, например, там, «Красота», или сайт для молодых мамочек, то есть вы берете, прописываете в поисковике какой-нибудь, ну, как, тот сайт, который вы хотите найти, что вам будет ближе, вот, смотрите, какие там комментарии пишут или еще что-то, но ни в коем случае не заходите в интернет-магазины, потому что если это интернет-магазин какой-то другой косметической компании, во-первых, вас сразу заблокируют, во-вторых, ну, просто это некрасиво, вот, и на сайтах, блогах, форумах просто смотрите комментарии какие-нибудь, там, девушка какая-нибудь пишет, ой, ой, попробовала, там, крем, что-то мне не очень понравился, или, там, ой, классно, там, было бы, не знаю, делать какого-нибудь, там, что-то как-то с собой поухаживать, не знаю, с чего начать, подружка говорила, что нужны какие-то специальные шаги, ой, а я знаю, и пишите ей, вот, я знаю, три шага для ухода за кожей лица, это, там, очищение, тонизирование, увлажнение, и есть супер вообще такой ресурс, который поможет тебе подобрать необходимый, вот, как это называется, уход за собой, и даете ей ссылку свою, вставляете, вот это вот, вашего интернет-магазина реферального, и все, и туда вниз подписывается, то есть люди будут оттуда переходить, вот, также в социальных сетях вы можете тоже под комментариями, никак, не стоит размещать еще на главной странице, ваши сообщения именно просто, вот, как конкретная новость, ссылка, потому что их в основном тоже блокируют часто, вот, и не очень хорошо, можете создать также для себя список, даже не можете, а, наверное, это нужно создать, заходите через разные поисковики, там, Яндекс, Google, там, Нигма, еще какие-то, и выбираете первую десятку сайтов различных, блогов, форумов, которые у вас вывезли по данному запросу, и смотрите, вот, как бы, вот эти все компонуете, у вас получается такой, там, вот, наверняка будут повторяющиеся какие-то ссылки, вот, и создаете такую вот десятку, например, топ-сайтов, с которыми вы будете работать, и можете активно там комплименты девушкам каким-то писать, потом подписывать, ой, вот, а тебе было классно, там в рой подкорректироваться, ты знаешь, вот я вот таким средством пользуюсь классным, тени для бровей из Иван, вообще обалденные, там, и, как бы, ссылку на, туда, то есть там можно ссылки даже давать на конкретный, из конкретного продукта, и они будут все равно как с интернет-магазина отображаться, вот, а что еще хотела сказать по поводу этого, пометы все куча сделала, так, вроде все рассказала про это, как найти блоги по математическим сайти, если вы вообще не знаете, ну, про поисковики я сказала, также можете спросить у своих друзей и знакомых, потому что наверняка ваши друзья тоже пользуются какими-то интернет-ресурсами любимыми своими, где они все время смотрят какие-то там, не знаю, секретики какие-то подсматривают, может быть, советы по уходу за собой читают, или там можно даже зайти очень классно в советы, например, по здоровью, и туда скидывайте на интернет-магазин с целью, чтобы они wellness посмотрели, потому что это вообще суперпродукт, вот, можете еще также создавать свои блоги, или брать уже готовые, и там активно раскручивать свою вот эту вот ссылку, что у вас есть интернет-магазин, он работает, вообще обалденно, вот, ну, естественно, тут такой немножко минус, что у вас, например, если создан свой блог или сайт, то его все равно придется раскручивать, хотя бы его, вот, но если у вас там, например, помимо ссылки на интернет-магазин еще какие-то формы интересные есть, статьи, то люди туда будут заходить и добавляться, это очень круто, так, скажите, всем пока все понятно? Я пока продолжу, напишите там, что же, поставьте пятерочки, кому все понятно, что я рассказала, ага, плюсики, ладно, принимаю плюсики, вот, еще, будьте первым комментатором везде, есть такое классное приложение, называется Google Alerts, это бесплатный сервис с отслеживанием полезной информации в сети с доставкой прямиком вам на почту, то есть вы заходите в Google, нажимаете, там такую вкладочку приложение, и там есть вот этот вот сервис, или можете прям в поисковике его прописать в Google, и он вам выдаст, выдаст ссылку нужную, зайдете, вот, ой, отлично, Анют, я рада, что тебе все понятно, вот, вот, и после того, как вы зайдете по этой ссылке, введите, вот, поисковой запрос, то есть, что вам нужно, вот, как здесь на примере уроки макияжа, и выберите там все необходимые, ну, как, фильтры настройте, то есть, например, страна России, язык русский, там, может быть, кому-то другой будет язык комфортнее использовать, вот, если кто у нас на международке работает, или там, с другой стороны, я не знаю, вот, также вы указываете адрес своей почты, и вам на почту будут присылать обновления различные по данной тематике, то есть, вы, например, сегодня взяли, просмотрели там 10-20 сайтов именно в Гугле, там все откомментировали, там постоянно смотрите, что у вас происходит с вашим интернет-магазином, вот, каждый день у нас регистрируются еще различные сайты, блоги, форумы, или кто-то, например, заказывает рекламу, она раз в топе вверх поднимается, вам будут все, ну вот, вы будете получать уведомления о появлении именно новой информации, она вам будет на почту присылаться, вот, так что, возьмитесь и запишите куда-нибудь это название, вот, еще я хочу о чем сказать, больше рекламы, мы должны больше раскручивать именно свой бренд, свой магазин, себя, и поэтому можно пользоваться хэштегами, хэштеги, если кто не знает, это название чего-нибудь, впереди название ставится такой знак решеточки, и когда кто-то в поисковике прописывает название, например, вы написали решеточка, макияж, и если кто-то в поисковике прописывает макияж, то ваша запись вылезет именно в поисковике, потому что вы с хэштегом ее прописали, вот, это очень удобно, потому что ее будут находить и в контакте, если вы пропишете, и если вы просто ее даже в самой контакте прописали, то у вас на поисковиках будет это находиться, также нужно делать репосты, репосты можно делать различными способами, например, через друзей, то есть спросите, давайте, вот, у меня такой магазин, давайте, помогите мне его раскрутить, давайте репосты сделаем, можете в чат кинуть, чтобы у вас репостов было больше, еще как-то, но в чатах, если мы, например, в наш чат кинем, то будут репостить именно ваш интернет-магазин, а люди свой интернет-магазин раскручивать не будут, и будет такая небольшая путаница, так что лучше привлекать к этому друзей, которые, например, в интернете этим не занимаются, вот, также можно в сообществах делать, например, попросить кого-нибудь, наверняка у вас у всех в ВКонтакте есть свои какие-то сообщества, во-первых, можно туда разместить этот, ну, как рекламку вашего интернет-магазина, либо, как я делаю, вот, на свою страничку, можно поменяться с каким-то сообществом, то есть, давай мы это, я тебе свою, свою вот эту вот штучку, а ты мне свою рекламку, давай с тобой поменяемся, и многие, кстати, соглашаются, вот, у нас, вот, на какой-то группе у нас есть, например, бесплатно, это бесплатно, можно поменяться, у некоторых у нас стоит реклама плата, то есть, как бы, смотрите, если у них в правилах сверху прописано, что, там, реклама, вот, по какой-то цене, то это все, не обращайтесь, потому что это бессмысленно, человек с вами просто так не будет меняться. еще можно устроить акции, например, разыгрываю классную, там, я не знаю, пудру, от Giordani Gold, и, там, я не знаю, все, репостните пять раз, или там, лайкните сколько-то, и вы будете участвовать автоматически в розыгрыше, то есть, возьмите у себя на стене, репостните, там, еще куда-то разместите, ну, то есть, вот, какие-то условия придумать для акций различные, вот, и потом можно, вот как Лиля делала розыгрыш призов через случайный генератор цифр, то есть, люди все, кто у вас участвовал в этом, вы говорите, акция состоится такого-то числа, в такое-то время, по такому-то адресу, можете дать, например, ссылку в нашу вебинарную комнату, если она не занята, вот, люди сюда приходят, вот, сейчас у нас мы с вами разыгрываем, то есть, они говорят, что в режиме реального времени, разыгрывается подарок, и у вас там список заранее подготовленный, у кого какой номерок, и вы говорите, этот подарок отправляется там Светлане в город Владимир, поздравляем Светлану, и супер вообще, у вас интернет-магазин набрал обороты, Светлана довольна, что она получила пудру от Джордани, вы довольны, вот, потому что у вас товароборот вырос, всем хорошо, получается, выгода-выгода супер, вот, также лайки ставите, просите, чтобы там друзья оставили лайки, потому что это тоже очень такой классный инструмент, в ленте новостей отображается, что, ой, поставил лайк, или не поставил, репост, конечно, чаще, но вот лайки, они тоже бывают, высвечиваются, вот, и ни в коем случае не спаньте, вообще, то есть старайтесь, чтобы это было у вас как легально, чтобы ваша ссылка, ее никто не удалил, и не написал, что это спам, что зачем вы мне это прислали, на форумах ссылку ставить в подписи, да, ой, я про подписи точно, совсем забыла про подписи сказать, главное, если я записала в подписи, да, если на форумах есть такая возможность ставить в подписи, ссылку ставьте в подписи, вот, и там можно подписку тоже какую-нибудь сделать. Иногда подписи, я знаю, скрываются каким-нибудь плюсиком, минусиком. Я, например, иногда просматриваю на форумах, интересно, что у них в подписи. Как же там плюсик стоит, это не видно, значит, там что-то интересное. Да, любая фишка вообще подойдет в блогах. То же самое, в принципе, работает все. Следующий слайд. Какие у вас появились вопросы по поводу всего? Может быть, я еще на что-то не ответила. Ваших вопросов. Кого нет вопросов, я не знаю. Напишите свой отзыв по поводу вебинара. Что вам больше всего запомнилось? Может быть, какими фишками вы будете пользоваться? Может быть, вы вообще не захотите интернет-магазином пользоваться? Хотя, мне кажется, после всего, что я рассказала, тут просто все захотят сразу интернет-магазины посоздавать, их раскручивать, потому что это выгодно. Ну, ваших комментариев. Супер вообще. Там кто написал, я немножко пропустила. Быстро все документариев стали писать. А, вот, Мария. Дизайн там нельзя поменять, потому что дизайн – это именно компания Reflame. Инкубаторские, ну, как бы, понимаете, человек, когда заходит, он очень редко обращает внимание, во-первых, кто у вас высвечивается консультант. Тем более, вы, когда заходите, например, в какой-то интернет-магазин, вам тоже там будет писаться, какой у вас консультант. Но в большинстве интернет-магазинов, например, этот консультант – живой человек, который в данный момент сидит в сети и смотрит, что же, кто там лазит. И он просто является работником этой компании, не, как сказать, не как мы занимаемся бизнесом, строим, а просто наемный работник. Он сидит просто вот как оператор, отвечает на вопросы. Вот. И там же сайты все выглядят стандартно. И если человек видит, что вот, ой, я один раз зашел в такой интернет-магазин, у меня была Лена-консультант, а в другой раз была там Света-консультант. Человеку вообще без разницы, кто у него Лена, Света была консультантом. Главное то, что он сделал заказ, ему заказ пришел. Вот. Я говорю конкретно то, что по поводу дизайна сайта, наоборот, даже лучше, потому что человек знает, как выглядит сайт Арифлэн. Он видит, что это не какой-то левый сайт с каким-то оформлением, потому что, ну, это уже доверие компании. Человек уже знает, куда заходить. Смотри, Мария, там в условиях оформления интернет-магазина есть условия определенные. То есть вы не можете использовать товарный знак Арифлэйн. Вот. Левый сайт, да, конечно, проще раскрутить. Может быть. Можете создать какой-нибудь сайт, который будет стильно похож на стиль Арифлэйн. А потом ссылка будет переходить на интернет-магазин Арифлэйн. Это будет, например, незаметно. То есть оно примерно же одинаковое по стилю. Вот. То есть, а, мысль потеряла немножко. Вы запись тренинга, я не знаю, Лили записывала вроде, но я не поняла. Лиль, ты это, ты запись делала? Делаешь? Нет, делаешь. Она идет. Может быть, у нас кто-то вообще записывает. Анютка Бубнова. Кто у нас вообще с хантазией? Я просто тормозил компьютер, я не стала записывать. Да, Лили записывает. Аня, уже записи, значит, посмотришь. Вот. Так. Ты смотри, Маш, если ты делаешь на левом сайте продукцию компании Арифлэйн, тебя компания может за это, в принципе, наказать. У компании есть такая возможность, что если ты будешь не по всем правилам размещать эти ссылки свои на интернет-магазин, то есть создавать конкретно какой-то левый свой интернет-магазин, но с продукцией Арифлэйн, тебя за это могут штрафануть. Ну, как штрафануть? В плане, что ты не сможешь больше пользоваться интернет-магазином вообще. Тебя могут заблокировать этот инструмент продаж и все. Ничего, Аня. Лиля смогла. Вот. То есть у нас же есть определенные правила, по которым консультант имеет право распространять продукцию. Мы же не можем прийти в обычный магазин и поставить, здравствуйте, я продаю вот эту вот, как его называют там, серию этой продукции. Вот у меня здесь пудра, тушь, тени, макияж, вот я продаю. Во-первых, люди не знают, когда это куплено вообще, сколько у вас пролежало, может у вас нормохранение нарушено, может быть там еще что-то. То есть вы непосредственно со склада должны поставлять людям продукцию. Я один раз шла по какому-то рынку, что же это было. По-моему, вот у нас в Саратове, который на Рахово находится такой крытый, здоровенный рынок, вот, я иду, такая иду, смотрю, и стоит девушка, ну даже вот, ну да, девушка, стоит со стойкой Арифлейм, на ней куча продукции с целью продажи, с ценниками прям. Я просто в ужасе в таком была, я думаю, как, ну, я к ней не стала, в общем, подходить, но, в принципе, за это могут тебе даже это, насколько я помню, номер твой удалить. Представляешь, вот просто из-за того, что ты вот так вот тебя ведешь. Ну, вот знаешь, это как бы неправильно, если на нее пожалуются, ее могут детерминировать, сблокировать просто ее номер, и все. Она и структуру все потеряет, и все. Так что лучше предлагать каталоги. Я, конечно, понимаю, что через стойки тоже там можно как-то продукцию и все такое. Вот, ну, если вы этим занимаетесь, то тогда уж как-нибудь, чтобы никто это не знал. Ну, раз она отмахнулась, значит, это ее дело. Вот, не лезь к ней. Пусть сама разбирается с тем, что делает. Вот, мы же ответственны за то, что мы делаем. Так, все, вроде на все вопросы ответила. Всем все понятно. Благодарю за внимание. Было очень приятно с вами работать. Столько мне всяких комментариев, написали отзывов. Вот, так что... Всем спасибо. Пока-пока. Сейчас ролик какой-нибудь вам поставлю. Ой, ну... О! Продолжение следует...